приветствую вас друзья на своем канале в этот солнечный прекрасный день решил я показать вам как готовится два бульона один из них рыбный а другой овощной какие специи туда идут что на что следует обратить внимание приступим ну начну я с рыбного бульона прежде чем начать варить бульон вам естественно понадобятся рыбные каркасы но я их со временем насобирала их у меня уже достаточно скопилось поэтому сейчас сделать замечательный рыбный бульон который впоследствии я буду использовать для приготовления соусов или рыбного супа или вот буквально я запланировал недавно сделать сафран шафрановая ризотто и я хочу его сделать именно на рыбном бульоне так когда у вас есть каркас и значит их желательно хорошо в проточной воде вымочить что есть чем больше крови у вас с них уйдет тем светлее и чище будет вас бульон как мы делаем это на работе у себя это делается вот так включаешь воду на какое-то время и она спокойно наполняется и вода очищается ну я уже предварительно свои косточки рыбе вымочу поэтому у меня этот процесс займет очень быстрое время очень важно при бульонах рыбный бульон его нужно обязательно ставить на холодной воде чтобы он набирал температуру постепенно чтобы он просто и иначе он может стать если вы добавите сразу кипятка он станет мутным но все у меня рыбные кости уже чистые вода стала светлой я сливаю эту воду набираю 5 чистой воды что идет у нас в рыбный бульон по крайней мере у меня я насобирал остатки от фенхеля он прекрасно идет в рыбный бульон я взял стебли сельдерея так как они мне уже не нужны я корень оставил для других блюд лук-порей и в рыбный бульон идет морковь но в маленьком количестве чтобы бульон не менял цвет овощи и все обрезки я предварительно помыл они у меня чистые это очень важно чтобы у вас бульоне потом не было мелкого песка из приправ я беру анис я беру несколько лавровых листочков две-три гвоздички не больше всего у меня кастрюля в данный момент 5 литровая ну вот если она заполнена мне сейчас где-то три с половиной литра у меня заполнен весь объем можжевеловые ягоды можжевеловые ягоды нужно предварительно размять чтобы они в бульоне успели раскрыться и перец горошек но так как у меня бульон будет белый в принципе вы можете взять какой у вас есть есть у вас черный горошек возьмите черный есть белый возьмите белый нет ни того ни другого значит не берите если у вас чего-то нет то не стоит на этом зацикливаться варите из того что есть бульон рыбный мы солить не будем потому что посолить я его всегда могу в любое время а сейчас данный момент я солить буду только овощи которые я потом выброшу и отправляю варится бульон на медленном огне для овощного бульона друзья мои все что я нахожу в холодильнике все что мне не нужно я добавляю туда ну естественно не так просто а допустим у меня остался корешок от петрушки я его сюда бросаю листики от сельдерея я его сюда я их сюда бросают от корня сельдерея парочку то что мне не нужно то что я срезал свое время которое я не буду уже употреблять идет туда же лук-порей идет сюда же ну и морковь из специй буквально три маленьких листочка лаврового листа кастрюлька у меня маленькая мне много бульона не надо меня кастрюля всего полтора литра опять сюда же идет раздавленные можжевеловые ягоды две гвоздички и черный белый перец горошком буквально совсем немножко заливаем холодной водой и в отличие от рыбного бульона овощной бульон мы присаливаем можно это конечно сделать и потом после того как вы его сварите и отсидите уже все овощи варить мы его будем быстро то есть мы ему дадим закипеть и буквально еще при средней температуре еще минут 15 и все он готов отбрасываем его на сито овощи ненужные от сваренные выбрасываем бульон такой бульон можно остудить и заморозить обратите внимание мой овощной бульон он уже закипел я его час убавил ему температуру и он час потихонечку еще минут 15 при таком легком кипении и он будет готов я его буду уже процеживать мой рыбный бульон значит смотрите белок уже начал подниматься наверх при когда вы готовите бульоны они готовятся при открытых крышках это очень важно во вторых при рыбном бульоне ни в коем случае не лезьте туда шумовкой или с венчиком или ложкой или еще чем-нибудь то есть на данном этапе у вас пока все хорошо единственное что вы можете сейчас сделать на данный момент это слегонца овощи окунуть вниз я могу сейчас температуру буквально чуть 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 добавить чтобы у меня было легкое кипение но это где-то 96 98 может быть 99 градусов то есть чтобы не кипела ни в коем случае чтобы не это не как грязное белье варим варилась а чем чище вас будет бульон тем приятнее будет вам с ним дальнейшим работать мой овощной бульон приготовился и теперь мне осталось его только процедить для этого мне понадобится сито и бумажное полотенце или салфетка но при обычном бульоне не стоит пугаться то что бульон у вас опять это станет мутным поэтому с ним можете работать смело это делается для того чтобы если возможно какие-то песчинки еще остались на овощах чтобы они у вас не потом не присутствовали либо в супе либо в соусе это мы все это аккуратненько процеживаем но осталось теперь только бульон остудить мешочки полиэтиленовый мешочек и заморозку потому что мне на данный момент бульон пока не нужен ждем рыбный бульон мой рыбный бульон уже готов я сейчас приближу камеру чтобы вы увидели что он у меня получился прозрачный то есть таким какой он должен парни позволяет мне сделать хорошего хорошие записи но тем не менее я бульон вообще не трогал как он у меня потихонечку вы видите наверняка тут все равно все равно видно что он потихонечку вот так кипит он у меня уже сейчас готов я его сейчас отставлю сниму и дам ему еще минут 15 постоять чтобы если мало ли какой-то белок вверху есть чтобы он у меня осел а потом я покажу вам как я его буду сидеть дальше такая небольшая примочка с моей стороны так как я ребенок семидесятых и мы всегда что-то изобретали придумывали но это конечно не изобретено мне мной но тем не менее главное уметь этим воспользоваться так я аккуратненько овощи шумовочкой собираю как можно аккуратней и отбрасываю их на тарелку на тарелку с какой целью то есть мы бульон варили в общей сложности где-то примерно часа два с половиной и мне не хотелось бы часть бульона просто выливать а он будет сейчас веточек стекать я его потом соберу весь белок очень хорошо сел на на листиках но даже хорошо прекрасно видно я могу даже удалить часть рыбных каркасов они довольно хорошо все на этом я остановлюсь пусть бульон немного постоит минут 15 чтобы белок у меня осел ну вот бульон у меня отстоялся теперь он прозрачный все белковые части осели значит смотрите друзья как я буду его фильтровать сейчас не базара бульон так видите ну дома ничего такого не нашлось подручного как кроме у сына взял трубочки для питья коктейли я их между собой соединил соединил и закрепил наверно видно закрепила пленкой и пленка я клеющийся тезофильм и сделала своего рода такой шланг но все на напомнят свое время когда-то давным-давно когда мужчины вставляли шланг в автомобиль в бак или наоборот из канистры и бак перекачивали бензин ну вот я сделаю сейчас принципе то же самое то есть такая небольшая конструкция все прекрасно понимают кастюля стоит выше чем так а стресса которая стоит ниже и вот сейчас мы будем с одной кастюлью перегонять шишечки с другую и чтобы бульон у нас тем не менее все равно не замутился небольшую салфетку чтобы все это дело прошло так ну бульон у меня даже подостыл кстати не вздумайте ни в коем случае не пытайтесь там подтянуть горячий бульон иначе обожжете себе все на свете у меня бульон остыл поэтому сейчас спокойно сделаю так ну что подсосем так не от а под сейчас я наверно камеру пока уберу потому что мне неудобно но потом дальше покажу трубочка конечно должна быть маленького диаметра она должна постепенно проходить ну если у кого-то у кого нет желания дело такую конструкцию вы тоже можете спокойно работать поварешкой то есть сверху снимать и чит также через это но бывает так что знаете на кухне когда очень много работы и тебе до бульона ты можешь его тебе нужно и 100 литров процедить и чтобы не стоять и не заниматься этим делом можно спокойно сделать такую конструкцию поставить и пускай она в течение дня спокойненько стекает все я пошел пока отдыхать тут работы без меня пойдет тут ничего страшного не случится диаметр трубки маленькие все работает кастрюля наклонена здесь сверху я снизу вернее подставил шумовочку чтобы этот край был приподнят и как у меня дойдет бульон до этого края то есть он не весь сцедиться ну так он сцедиться я вам покажу его цвет прошло 10 минут весь мой бульон перекочевал с одной кастрюли в другую чистоту бульона оцените сами прозрачный как слеза 1 и 2 на этом друзья я заканчиваю свой обзор по бульонам сегодня приготовил вам и не показал как нужно готовить овощной бульон и как рыбный бульон будет у меня время я с удовольствием покажу вам и как готовятся другие бульоны оставляйте мне ваши комментарии говорите что понравилось что не понравилось что можно изменить что можно сделать лучше я буду вам благодарен если понравилось ставьте лайки делитесь моим видео на этом все до новых встреч пока